Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ваша Виктория, это парфюмерный канал Vita Can Fly, и я вас всех здесь приветствую. Подписывайтесь на мою группу в Телеграм, там все самые свежие и интересные новости в прямом эфире. Я хочу сегодня посвятить видео двум темам. Сначала я покажу вам свою супер-крутую, интересную новиночку на весну, и далее я продолжу другими ароматами, которыми я планирую встречать долгожданную весну. Друзья, мы с вами вместе пришли к выводу, что эта зима уж очень сильно затянулась. Мы устали от этой серости, однообразности. Очень хотим побыстрее, чтобы наступила долгожданная, прекрасная, теплая, светлая, уютная весна. Я весенний человек на 100%, я родилась 9 мая, я обожаю все ароматы первоцветов. Сирень – это один из моих самых любимых кустарников. Обожаю это нежное, теплое, ласковое весеннее солнышко. И с упоением наблюдаю, когда природа просыпается, пробуждается, когда вот эти почки набухают, и далее они превращаются в красивые салатово-зеленые листики. В общем, у меня даже мурашки по телу настолько сильно, я соскучилась по весне, по теплу. Я уверена, что она не за горами. Весна скоро наступит, мои дорогие друзья. И давайте этим видео мы и будем призывать, призывать, чтобы тепло наконец-то уже наступило. Давайте друг друга поддерживать и морально в том числе. Сразу вас прошу, напишите, пожалуйста, в комментариях название ваших самых любимых ароматов, которые на 100% у вас сочетаются с весенним настроением. Ну а теперь приступим. Как-то раз я снимала видео, где рассказывала про мои самые любимые ароматы с нодой сирени. Вы, как обычно, оставили свою точку зрения в комментариях, где я прочитала, что очень многие из вас любят аромат Труссарди MyName. Там есть нота сирени. Вы мне говорили, Вика, присмотрись. Аромат очень красивый и достойный. Тем более ты любишь бренд Труссарди. И вы в очередной раз оказались правы, дорогие мои друзья. Я долго искала этот аромат по хорошей, выгодной цене, мониторила цены и нашла самое выгодное приложение на сайте Рандеву. Конечно же, я воспользовалась своим промо-кодом, который дал мне скидку минус 10% от суммы 2,5 тысячи. Девчонки, пользуйтесь. Промо-код многоразовый. И он сочетается со всеми скидками и акциями на сайте. И вообще, очень часто бывает, я что-то ищу где-то на других сайтах, все это отсутствует в наличии. И, как правило, я все это нахожу на сайте Рандеву. Какие-то тени недавно я искала, они оказались именно там. А я так много времени потратила на поиски. Итак, друзья, покажу вам поближе коробочку, эту красивую, нежную, золотисто-бежевую, милую коробочку. Вот так она выглядит. Здесь у нас фирменный логотип Труссарди. В очередной раз признаюсь любви к этому бренду. Я обожаю практически все ароматы, которые есть у меня и которые я обоняла в атлевантах, в пробниках. Это очень-очень достойный итальянский бренд. У меня малышка, здесь 30 миллилитров. Вообще, я считаю, что это очень такой грамотный шаг, такая заманушка для покупателей. Флакончики в меньшем объеме делают такие менее привлекательные. А если аромат вам понравился, то приобрите эти флакон побольше и оформление там будет красивей, которое хочется разглядывать. Я вам здесь приложу флакон на объемом 50 миллилитров и вы увидите, как они различаются по оформлению. И вторая часть видео будет заключена в том, что я покажу еще другие ароматы, которыми я призываю весну, которые у меня полностью ассоциируются с прекрасными весенними денечками. Итак, друзья, приступим. Воспользуюсь сегодня сайтом Фрагрантика, где прочитаю вам пирамиду моей новинки. Итак, аромат Roussardia My Name выпущен в 2013 году. И пирамида такая, гелиотроп, белая фиалка, сирень, мускус, калла, ваниль и амбра. Сразу скажу, что как пахнет калла, я не знаю. Я знаю этот цветок, но аромат еще пока что его не обоняла. Возможно, просто не запомнила, но уж сирень-то в ароматах я точно узнаю, потому что это мой самый любимый кустарник. Распыление у флакончика великолепное, мелкодисперсное, облачком. Все, как я люблю. Итак, что же слышу я? Я слышу здесь огромное количество сухой, притягательной, уходовой пудры. Пудра здесь немножко даже кристально прохладная. Дальше я слышу огромный, натуралистичный куст сирени с зеленью, с этими прекрасными гроздьями, с шапками, с сиреней. Она здесь даже немножко влажновато, озоново свежая. Невероятно красивая сирень. Не белая, не вот эта темно-фиолетовая, а самая обычная, именно сиреневого цвета, где маленькие такие цветочки со света. Как же это красиво звучит. Вот так должен пахнуть самый хороший, дорогой, качественный уход для тела. Я бы точно купила крем для тела с таким ароматом. Далее я слышу огромное количество нежных белых цветов. Возможно, кало здесь так звучит. Повторюсь, не знаю, как пахнет этот цветок. Я слышу такое абстрактное, объемное, очень пушистое, легкое, нежное, белосветочное облачко. Здесь далее вплетается в игру не сладкое, очень нежное, округлое ваниль и какие-то приятные древесные аккорды. Между тем, я хочу сказать, что я здесь слышу какую-то миндальность. Даже больше какое-то еще миндальное молочко. Вот что-то такое между. Вот я помню в лимитированных линейках Локситан была какая-то серия для ухода за телом. Там вот тоже была, по-моему, то ли фиалка, то ли ирис и что-то миндальное. Вот там уходовые средства очень сильно были похожи по аромату в Труссарде Майнейм. Это красиво. Это даже не больше миндальный орех, а миндальное молочко, на мой взгляд. Далее в игру вплетается приятное, округлое, нежное, не сладкое, не кондитерское ваниль. Она здесь обогащена теплой амброй. И я еще слышу здесь какие-то приятные древесно-мускусные оттенки. Предположу, что здесь именно белый мускус, потому что он отличается по звучанию от обычного мускуса своей округлостью, своей мягкостью. Вот мускус здесь, как лапочка-котеночка, вот эти вот мягенькие подушечки, или как ушко моего Тайсона, или как носик вот собачечки, который хочется прям вот натереть, или кошечки. Аромат уходовости, нежности. Здесь гелиотроп, он какой-то даже немножечко, слегка, буквально вуалью, мне слышится, как какой-то даже вот такой припудренно-лактонный гелиотроп. Фиалковость, вот эта пудровость, вот эта неженятина, ну боже, ну как же это красиво. Это буквально дарит мне какие-то женственные крылья. И с этим ароматом я ушла в запой, я вам честно скажу, на три дня. Три дня я им пользовалась без остановки. Мне даже не хотелось ничего брать из своего парфюмерного шкафа, потому что вот Trussardi My Name так попал хорошо в мое настроение. Вчера буквально я ходила со старшим сыном в поликлинику к офтальмологу, и мы очень долго сидели у врача в кабинете, который не проветривают. И, конечно, мне не хотелось никого задушить своим ароматом, мне хотелось себя чувствовать очень уверенно, очень спокойно, очень сосредоточенно. И, соответственно, конечно, я выбрала этот аромат даже без раздумий лишних. Очень красивая работа. Если вы любите пудровые, белоцветочные, немного свежие, мускусные, ванильно-амбровые ароматы, если вы ищете какую-то новинку себе, к примеру, в подарок на 8 марта, или просто классный аромат на весну, то я однозначно рекомендую вам присмотреться к Trussardi My Name. Есть какой-то еще фланкер, я сейчас забыла его название, здесь вставлю картиночку. Друзья мои, вы у меня самые великие парфюмерные знатоки, кто с ним знаком с этим фланкером, напишите мне, пожалуйста. Я очень сильно хочу узнать ваше мнение. Я осталась в восторге, в очередной раз признаюсь любви Trussardi. Вы прекрасны. Trussardi производит потрясающие ароматы. И бутиковая линейка превосходна, и вот эти обычные люксовые вариации тоже цепляют меня, и просто вот остаются в моем парфюмерном сердце надолго, и, наверное, даже навечно, я бы сказала. И теперь покажу четыре аромата, которые я обязательно буду носить в преддверии весны. Это мой любимейший Burberry London. Этот аромат на протяжении последних трех-четырех лет всегда, всегда пользуется у меня популярностью в начале весны. Он у меня ассоциируется с ветром, с непогодой, с дождем, с зонтиками, с резиновыми сапогами. Это очень классный аромат. Он белоцветочный, и здесь огромное количество сладких, тягучих цитрусов. В нем нет именно бодрости цитрусовой. Это сладкие, сочные цитрусы в перемешку с прекрасной свежей жимолостью. Огромное количество белых цветов. Есть легенькая, небольшая нотка экзотичности за счет тиары. Прекрасная, нежная майская роза. Здесь есть прохладный пион и ванильно-древесно-мускусная база. Очень классный аромат. Свеженький, цветочный, цитрусовый. Он и бодрит, и веселит. Яркий, уходовый, лактонный, древесно-белоцветочно-кокосово-бальзамический привет из 90-х. Это потрясающий аромат, о нем мало говорят, и я тоже редко его показываю, но он прекрасен. Это Наоми Кэмпбелл. У меня всего лишь 15 мл. Обязательно хочу в ближайшее время повторить в большем объеме. Это огромная хапка всевозможных пушистых, нежных, женственных белых цветов, посыпанных кокосовой стружкой. Здесь есть бальзамические, теплые, амброво-древесные оттенки, мускус. Это звучит ни в коем случае не старомодно, не ретро. Это пахнет уходово, это пахнет красиво. Я бы даже не стала подбирать образ, случай, день, настроение под этот аромат. Он для меня является универсальным. Невероятная красота. Если любите кокосовое, ванильное, амбровое ароматы, обязательно присмотритесь. Но он не так простенько звучит, как он выглядит. Он действительно такой с мощным, немножечко даже сильным и слегка властным характером. Так что имейте это в виду. Еще один аромат, который я редко вижу в обзорах у других блогеров, это La Perla Divina. У меня вот такой вот маленький флакончик. Здесь 30 мл. Он понравится тем, кто любит земляничные и цитрусовые ароматы. Я слышу здесь на старте прекрасную кисло-сладко-свежую землянику в перемешку со сладкими цитрусами. Далее идет огромная охапка из белых цветов. В частности, слышу здесь узнаваемый яркий жасмин, летящий легкий припудренный медовый флёрд оранж, нежная майская розочка и ванильно-мускусно-амбровая база. Тепленький аромат ближе к базе. Прекрасно подойдет и сейчас сочетается идеально с моим настроением. Я думаю, многие со мной согласятся, что Нина Ричи Белла великолепно подойдет к этой подборке. Это для любителей ревеня в парфюмерии. Я обожаю такую нотку. Это максимально цитрусовый, фужерный, зелёный, цветочный, яркий, травный, сочный аромат. Если вы любите ноту ревеня в парфюмерии, то вам точно сюда. Но, однако, я должна сказать, что не в каждое время года я могу носить этот аромат. В основном это именно начало весны. Я люблю носить его, когда плохая погода, когда большая влажность, когда нет солнца на небосклоне, но когда уже более-менее тепло на улице. Это очень классный аромат. Здесь такой сочный, хрустящий ревень, от которого аж прям слюнки текут. Вот честное слово. Всё это украсили сладкими, бодрящими, яркими, крепковато-кислыми, цитрусами. Здесь есть еле слышимая, на мой взгляд, розочка. В основном я слышу именно фрезио, потому что фрезио даёт такую зелень, свежесть, лёгкость, даже какую-то такую озоновость этому аромату в сердце. И в базе это не сладкая, какая-то даже суховатая ваниль и приятный мускус. Максимальный зелёный аромат, и он такой даже хрустящий, я бы сказала. Вот от этого аромата, прям, я не знаю, у меня иногда крышу сносит. И хочется им просто обливаться с ног до головы. Но опять же, когда определённое настроение у меня. Ну, кстати, бренд Нина Ричи, наверное, мы с ним не лучшие друзья. С брендом Нина Ричи мы на расстоянии вытянутой руки. Ну что, мои дорогие друзья, я вам показала 5 прекрасных ароматов на вот это вот перепутье, на межсезонье, на конец февраля, на начало весны, на начало марта. Я так хочу, чтобы быстрее закончилась зима. Я хочу, чтобы мы скинули эти шапки, шарфы, куртки, могли надеть какое-то красивое пальто, туфельки, сумочки. В общем, чтобы мы уже могли спокойно себя чувствовать весной. И даже, наверное, моральное состояние будет и физическое, в том числе, значительно лучше. Итак, это потрясающе припудренная сирень, фиалковость, белые цветы. Это земляника, сладкие цитрусы, роза, флёрдоранж. Хрустящий, прекрасный, свежий ревень с цитрусами, с ванилью, с розочкой. Классный аромат. Уходово, кокосовый, бело-цветочный, бальзамический Наоми Кэмпбелл. И цитрусово, сладко-цветочно-розный, прекрасный Бербери Лондон. Ну что, мои дорогие друзья, видео подходит к своему логическому завершению. Мы с вами обязательно встретимся внизу в комментариях. Пишите название ваших любимых ароматов. На встречу весны я вас обнимаю, желаю отличного настроения, успешного дня. Всё будет замечательно, сто процентов по-другому и не может быть. Целую, обнимаю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok